Молодцы. Замечай фигуру, да, еще. Два. Три. Четыре. Меня зовут Иван Вербер. Я режиссер. И я делаю проект «Социальный мост». Это будет такая скульптура, кинетическая скульптура. То есть это будет мост, который будет существовать только за счет усилий самих реформеров. То есть для того, чтобы перейти по мосту, вам нужно довериться другому человеку, потому что другие люди будут держать этот мост. То есть этот мост не будет закреплен в грунт, он не будет статичным. Это будет история про доверие, про взаимосвязь между людьми. То есть насколько мы можем довериться другому человеку для того, для того, чтобы пройти по этому мосту. И в течение всей лаборатории мы исследуем вопросы доверия, вопросы взаимосвязи между людьми, исследуем этот кризис, потому что мы столкнулись и сталкиваемся. Ну, наверное, это нормально, что нам это не свойственно договариваться, ну, как бы априори постоянно договариваться и быть всегда в гармонии с друг с другом. То есть постоянно приходится преодолевать что-то. И кажется, что эти кризисы абсолютно нормальные и абсолютно решаемые, просто вопрос количества усилий и интенсивности этих усилий для того, чтобы решить этот вопрос. То есть эта история исследует уязвимость, потому что важная часть человека – это его уязвимость. И, наверное, в этом, ну, не наверное, а точно в этом нет ничего страшного. Просто когда кто-то становится уязвимым, это усилие перераспределяется на других участников. Мне кажется, что сильнее всего лично я могу сопереживать именно другому человеку и перформанс, ну, и вообще любое медиа, которое работает именно через живого человека, через действие живого человека, мне очень близко. Поэтому мне нравится перформанс именно тем, что мы с командой перформеров устанавливаем какие-то правила игры, по которым мы будем играть, и потом перед зрителем начинаем в них играть. То есть это очень близко к спектаклю, к театральному спектаклю, к любому спектаклю, но спектакль – это чуть более герметичная форма и чуть более безопасная. Перформанс мне нравится тем, что он менее предсказуемый, и это что-то близко к уличному театру, к акционизму, но перформанс лично для меня – это нечто среднее. То есть тогда, когда в нем вот сходится все, что мне нравится именно в театре, в исполнительской сфере. Мне кажется, что любой художник так или иначе, если он занимается исследованием, то он все равно исследует себя, так или иначе. И здесь уже вопрос, какой способ медиа ближе художнику. Моя личная тема – это человек, и все, что связано с человеком. Так случилось, что человек может сопереживать другому человеку. И мне кажется, что мы даже, когда подключаемся через какое-то абстрактное искусство к другим темам, мы все равно как будто бы это все про человека. То есть абстракция, мне кажется, это тоже во многом про человека, про отсутствие человека, про отсутствие человечности, и это во многом про человека. Постепенно, с каждым месяцем, с каждым днем эта идея обрастала новыми смыслами, становилась глубже, становилась детализированней. Но изначально это было просто, как я увидел реку, ну, то есть гулял по каналу и подумал о том, что почему бы не сделать мост, который может возникать здесь сейчас усилиями самих людей. То есть не ждать, пока кто-то построит нам этот мост. Потому что там была такая ситуация, что мне нужно было для того, чтобы перейти этот канал, уйти очень долго, потому что мост был очень далеко. А то место, в котором мне нужно было, оно прямо находилось через канал. Я подумал о том, что как круто было бы, если бы был мост прямо здесь сейчас. И так закрутилась эта идея, и все пришло к тому, что мост перестал нести в такую утилитарную функцию, чтобы просто переправиться на другой берег и стал символом, сейчас в этой ситуации, стал символом взаимосвязи людей, поддержки людей. Суть этого проекта с каждым днем становилась объемнее, объемнее, объемнее. То есть количество смыслов, которые включает в себя этот проект, с каждым днем становилось все больше и больше и больше. Ну, мне кажется, что так происходит с любой идеей, которая развивается во времени, у которой есть потенциал для развития. И так же происходит и произошло вот с этой идеей. Интересный вопрос, что дает это лично мне, как автору, что это дает перформерам, что это даст зрителю. У меня нет однозначного ответа, но у меня есть мысли и размышления, потому что сама ситуация парадоксальная. Мы... Этот проект возможно было сделать, если вся команда не получает гонорар, все деньги идут на реализацию этого моста. То есть на закупку материалов, на аренду пространства для репетиций, на аренду мастерской для стройки. Мне кажется, самое важное и интересное, что может быть в искусстве. Да даже, наверное, не в искусстве. То есть идет очень большой отсев на мотивацию, потому что мы получили много заявок от людей, которые готовы работать бесплатно и реализовывать этот проект. Вот. И мы были очень этому рады. И я до сих пор не до конца понимаю, то есть... Потому что в команде абсолютно разные люди, начиная от профессиональных исполнителей, заканчивая людьми, которые с искусством практически никак не связаны. И для меня остается загадкой, почему это им нужно, почему это им интересно. Может быть, у человека есть какое-то стремление реализовывать свой какой-то творческий потенциал. Может быть, это связано с тем, что сейчас такая ситуация, и люди пытаются выйти из своего привычного мира, очень герметичного, замкнутого самого на себя, и начать общаться хоть как-то, социализироваться в этой ситуации, цепляясь за друг друга. Вот. Наверное, это все как бы в совокупности, и... И мы это не закладывали абсолютно, когда мы начинали этот проект, даже когда он выиграл грант, мы этого не закладывали, то есть этого смысла вообще не было. Но так получилось, что... сейчас это практически основная цель, и эта лаборатория превратилась в... в какую-то терапию, то есть это одновременно для людей очень важная терапия, потому что, используя различные тренинги и упражнения, мы исследуем вот эту ситуацию кризиса доверия и кризиса общения, и пытаемся понять, как выживать в этой ситуации, как максимально безболезненно можно адаптироваться к этой ситуации. Ну и... Это очень длинный процесс, то есть мы в самом начале пути, и мы не знаем, куда это нас заведет.